Мне позвонили сегодня в 12.03 на мой номер телефона. Предложили удаленную работу. Я согласилась. Удаленная работа, быстрый заработок. Вносишь деньги на какое-то дело или проект, а потом собеседник пропадает вместе с инвестициями. На такую уловку попались пять жителей Брянской области, потеряв от 100 тысяч до почти полутора миллиона рублей. Всего за прошедшую неделю в полицию поступило 36 сообщений о мошенничестве. Схемы во многом известны. Звонки от сотрудников банков о заморозке счета, блокировке карты, подозрительном переводе и других финансовых махинациях. СМС с кодом подтверждения операции и прощай деньги. Так у 10 потерпевших со счетов пропало более 4 миллионов рублей. То же самое и со звонком от якобы оператора сотовой связи о продлении договора. После такого звонка у одного жителя региона пропало 200 тысяч рублей. При интернет-покупках покупатели проявляют беспечность, вводят данные банковских карт на подозрительных сайтах, оформляют товар без гарантии или переводят всю сумму продавцу лично через сторонние сервисы. Так 20 жителей Брянской области лишились свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства происшествий. Злоумышленникам грозит от двух до десяти лет тюрьмы по статье «Мошенничество». Дмитрий Газин. Присодействие Пресс-службы УМВД России по Брянской области.